Всем добрый день! Сегодня я хочу познакомить вас с вафлями торговой марки Баян Сулу Артек. Вафли Баян Сулу я покупала как-то давно россыпью, не в упаковке. Как они называются, не знаю, но мне вафли этой фирмы тогда очень понравились. Вот так выглядит упаковочка. Стоит эта упаковка 460 тенге, здесь 400 грамм. Эти вафли изготовлены в Кустанае, в Казахстане. Упаковочку я уже вскрыла. Теперь посмотрим, какие вафли. Вафельки вот такого формата, не очень толстые, не тонкие. Здесь три слоя вафли и между вафлей прослойка. Сейчас я почитаю состав. В состав сахар, жир растительный, рафинированные, дезодорированные растительные масла, эмульгатор лицетин соевый, мука пшеничная, первый сорт, какао-порошок, сыворотка молочная сухая, молоко сухое, яичный порошок, масло кокосовое, эмульгаторы лицетин соевый, ароматизаторы ванильный, шоколад, соль пищевая, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия. Ничего такого недозволенного нет, все ингредиенты очень даже хорошие. Посмотрим, вафля тоненькая, очень хрустящая, ломкая. Вафли приятные на вкус, они не сладкие, не сладкие, не соленые, они пресные. Но они очень тоненькие. Зато начинки, прослойка, посмотрите, какая прослойка. Прослойка здесь очень толстый слой, и причем эта прослойка очень вкусная. Она по вкусу напоминает, в банках продается шоколадная паста, похожа на эту пасту. Вот такая прослойка. Прослойка довольно сладкая. Пахнет ванилином и какао. Но если учитывать, что вафли пресные, то в общей... То если есть все вместе, как обычно их едят, они раскладывают по составляющим, как я сейчас сделала. То получается очень-очень вкусно. Очень вкусные вафли. Между прочим, мы уже покупаем их не первый раз. Если честно, первый раз, когда мы их купили, мне удалось снять видео только в целой упаковке. А потом как-то так я отвлеклась, и мы эту упаковочку за день приговорили. И это я уже покупаю второй раз, чтобы доснять это видео. Если мой отзыв вам пригодился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!